Так, запись пошла, Светлана. Приехали мы в Кемери. Мы здесь тоже ветер, что мы будем лавматами, но не обращайте внимания. Я хочу спросить у Светланы, во-первых, когда вы уехали из Риги в Америке, в США. Да, в 1994 году, в конце 1994 года. И почему вы приняли такое решение? Сложный вопрос. Дело в том, что никого не осталось из родных просто здесь. Папа у меня был. У меня дядя уехал в 1978 году, но это ладно. Родственники уже раньше начали уезжать, да? А тетя моя, кого я очень любила и люблю, она уехала в 1992 году, наверное, а не с дочкой, со своей, с моей двоёной сестой. Ну, там уже было куда ехать, да, как родственникам? Да, она очень без нас скучала, а мы без неё. И вот как-то так. Муж мой плакал, он не хотел ехать. Бедный. Его силы увезли, бедняга. А сколько вам лет когда было? Мне было, ну, уже не дети. Мне было 49. О-о-о. Да. А ему было... В таком возрасте эмиграция? Сейчас скажу, Арнольдик, сколько же тебе было лет? А ему было 58. Да, ну, конечно, в таком возрасте. Да. И он занимал такой приличный пост, поэтому потом расскажет. Ну, потом расскажет. И у нас, наверное, будет очень длинное видео. Мы, наверное, разделим его на несколько частей или на две или на три даже. Ну, конечно, было страшно. И, конечно, у меня чуть ли не истерика началась, когда мы ехали на поезд через Москву. Там они что-то мудрили. Ну, давайте погуляем, да, походим и потом ещё подсучимся. Здесь подойдёмся вот к этой клумбочке. Говорите, что собаку пришлось оставить, да? Собаку пришлось оставить, поскольку собака была охотничья. Как жалко. И мы ехали в никуда. А какая порода собаки? Это австрийская гончая. Австрийская гончая. Она такая средних размеров, гладкошерстная. Такая хорошенькая. Но у нас такой мэр, она в московском районе мы жили, и наша улица локомотивная была вся в ухабах. И мы вот так вот виляли, и вдруг нас полицейский останавливает. Он решил, что мой муж пьяный за рулём сидит. А потом увидел нашу собаку и говорит, боже мой, какая собака. Если вдруг... Девочка, мальчик? Девочка. Девочка была уже. Красавица такая, я её злала. И сколько ей лет было, когда вы её оставили, уехали? Мы её взяли, ей было восемь месяцев. Потому что мой муж ходил на охоту, и отобрали один там охотник, с ней очень плохо обращался, жестоко. И отдали ему, и у нас она отогрелась, она боялась сначала всё время. Но потом так полюбили мы её, и она наслала. И, короче, один раз вот мы так ехали, нас остановил полицейский. И говорит, что за собака такая красивая. Он подумал, что он пьяный, что он по этим упавал. Увидел собаку. Мы говорим, да, вот такая вот. Он говорит, ну если вам когда-нибудь... Я тоже охотник, если вы когда-нибудь, куда-нибудь, вам надо будет её отдать. Вот так получилось. А, вы ему и отдали. Мы ему и отдали. Слава Богу, он охотник тоже был. Да, да. И, конечно, когда он приехал к нам, и он её уводил, это была просто трагедия. Конечно, трагедия. Я же знаю, у меня самой собака. Потому что мы все плачем. Я, мой муж, дочка. А она вот так, муж идёт, вот её так ведут за поводок. И она не понимает, что с ней происходит вообще. Ну, вот так вот получилось. Потому что... А потом звонили как-то? Ну, потом звонили, да. Вы думали, как она вообще после вас там... Люди тоже немножко. Не все понимают, что надо делать и что нельзя. Аннуль позвонил своему другу в Риге. И он говорит, позвони этому парню. Я уже не помню, как его зовут. И узнай, как там наша Рада. Рада. Да. Ну, так ты позвони и не говори правды. Правильно? Мы же за тысячи километров не узнаем ничего. А он сказал, что она потерялась на охоте. Да вы что, она потерялась в итоге? Я вернулась к нему, понимаешь, к этому. И всё ей больше неизвестно. Ой, ну это всё. И началась у нас вторая трагедия нашей жизни. Да. И я думаю, зачем он сказал? Сказал бы, что хорошо. А сколько лет было с собачками? Так и не сказали. Когда, когда уезжали примерно. Когда мы уезжали, наверное, ей было, может быть, четыре. Ой, это как моя Эльза почти, да. То, что совсем молодая собака, да. Четыре-пять, наверное. Ну, Юля пока с нами жила, тоже была в этой маленькой комнатке. Я снимала. Да. Ну, она в Риге почти что закончила латвийский университет. Экономическим, как он цел. Но, когда уезжать надо было, я говорю, ну что ты будешь сейчас делать диплом на латышском, когда тебе всё равно придётся приехать в Америку и делать его уже на английском. Ну, и она вот со всеми этими делами. Мы приехали. Она пошла сначала в комьюнити колледж. Там год, наверное, проучилась или сколько. Набрала всяких там юнитов. И потом уже поступила, перевелась. Оттуда легче всегда. Хороший университет, веселый. И там где-то за полтора года там ей всё зачли. То из Риги было всё. Так мы сказали, город из какого-то, из Лос-Анджелеса, да? Да. Вы там так и живёте, да? Так и живём. В той же квартире так и живём. Такие вот. Ничего не купили, но... Знаешь, когда приезжаешь, идёшь работать на очень маленькие деньги. Сначала, да? Сначала. И до конца. Существу хорошие у вас были работы, да? Ну, мы работали как техники. Как техники. Мы оба были инженеры, а Арнольд вообще имел должность высокую. Но поскольку он ещё, кроме всего прочего, был хендимен, он всё умел. Поэтому его взяли без языка. Вот чем Америка отличается от других стран. Да? Да. Они взяли его с испытательным сроком. Ну, это просто его порекомендовали одни наши знакомые. Им нужен был человек, они говорят, но у нас же есть Арнольд, который всё умеет. Да, действительно так. И он не был там, что, а, вот я был таким. Знаешь, это тоже, когда ты начинаешь, то ты ничего не добьёшься. Ты должен брать ту работу, которая тебе идёт в руки. Понимаешь? И не забыть, кем ты был раньше. Он до этого там кому-то что-то строил, кому-то красил. Проработал до семидесяти лет. Так какая сначала была зарплата, когда вы приехали у него? Маленькая, двенадцать долларов в час. Это в девяносточёртом году двенадцать долларов в час, да? Это маленькая считалась очень, да? Ну, мы были счастливы. А вы были счастливы, да? Да. Имея двенадцать долларов. Мы были счастливы. Потому что я вообще, а я начинала с семи. А вы с семи, да? Да. Понятно. Ну, он там доработал до семнадцати долларов в час. А вы? А я до десяти всего. И ушла потом. Я стала детей воспитывать. А, ну да. Ну, то есть хватало вам то, что он зарабатывал, да? Ну, да. Потому что у меня потом было как-бы early retirement. Я получала какие-то там три копейки. Ну, хватало нам. Да. Ну, хорошо. Мы даже объездили очень много. Мы всю Америку объездили, да. Угу. Когда мы вышли на пенсию, мы стали ездить в Европу. Здорово. Да. Мы в Ригу приезжали. Угу. Уже забыла. В 2009-м, по-моему, вместе приезжали. Угу. Детей я возила. В ночь в 2018-м. Угу. В Ригу, а потом в Ленинград. Угу. На недельку. Ну, вот видите, вы в 1994-м, да? Да. Вот те, наверное, кто тогда уехал, они как-то смогли устроиться и нормально, и все, да? Ну, мне кажется, сейчас уже ситуация абсолютно другая, да? Ну, наверное. Да. Абсолютно. Абсолютно. Я уже так смотрю многих этих блогеров, которые там живут в Америке. Я очень многих смотрю, да? Вот. Ну, некоторые, конечно, женщины там, кто замуж вышел удачно, да. Да, нормально, да. Это другое дело. Это другое дело. Да. Ну, кто вот так вот сами пытаются, да? Ну, они там бьются, конечно, и там сложно, очень сложно. Ну, у нас как-то вот так пошло в струю. Ну, вы рано уехали, в 24-м году, да. Тогда еще экономическая ситуация была. Мы были согласны на все. Да. Мы не выбирали, понимаешь? Угу. Мне, моя сестра, вот двоюродная сестра, она мне нашла в газете прямо в Los Angeles Times, там было, значит, quality control. Ну, я решила, что это quality control, я же химик. Угу. Что это... Я говорю, да, Ирка, конечно, я это знаю, я это понимаю, все. Оказалось, это quality control, это ОТК. Ну, ОТК, да. ОТК, так ОТК, а какая мне разница? Да. Прошло всего 4 месяца. Да. А поскольку я работала на заводе, я была в городе комнате, я хоть языка не знала, но я знала, ну, систему, что происходит. Да. Пойдемте на солнышко. Как работает вот система, как работает все это, завод, как работает ОТК. Короче, она позвонила. Она тогда уже жила в Америке, у нее муж американец, и она очень хорошо так по-английски разговаривает. Она позвонила. Им говорят, а что ты за нее говоришь? Ну, она знает язык, но она стесняется. Правильно. Я вообще не буму. Скромная. А ты вообще не буму, да? Я вообще не буму. Ну, он вызвал на интервью. А, и как вы на интервью? Ну, он повез меня, поскольку я еще машину не водила тогда. Так вы там еще и права получили, да, потом? О, классно. Ну, рассказывать это интересно. Он в Риге уже водил машину, поэтому он быстренько сдал на права с третьего раза. Ну, по крайней мере, он меня повез. Мы купили какую-то драндулетину. Неважно. Неважно. Галшу крутили колеса. Да. Повез туда. Я пошла на интервью. Там индус проводил интервью. Я, значит, мы с ним до этого пошли в эту центральную Лос-Анджелесскую библиотеку. Я там начала изучать то, другое, третье. Пришла. Ну, посмотрела на меня. Ну, я тогда была моложе. Лет на тридцать. Да. Что тоже играла свою роль. Он говорит, я там что-то приготовилась вякать. Там три слова, которые я знала. Да, на английском. Он говорит, я тебя беру. Я знаю, что русские хорошо работают. Хорошо работают и умные. Да? Не сказал или только хорошо работают? Вот. И все. И взял. Отлично. Вот так вот. Вот так я там начала и как-то так вошла. С 12 долларов, да? Нет. Я начала с семи. А, с семи. Это муж двенадцати. Да, 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 да. Я не намного заслужилась. До десяти. Но был свой плюс. Была медицинская страховка. О, да. У меня. У меня и на... Ну, там это, наверное, самое сложное. Да. Это медицина в Америке. У меня была медицинская страховка. У меня отпуск. Уже к концу я могла брать чуть-то не месяц, когда я оттуда ушла. Угу. В этом там мало платили, но зато вот такие... И было близко от дома. Сначала он меня возил, а потом я уже сдала на право. Я смогла видеть. Ну, хорошо. И очень интересно. Да. Подошли к островку любви. Ротонда. Светлана снимает. Как красиво. Очень красиво. Смотрите, как отражается в воде все, да? На мостыду я никогда здесь не была. Оказывается, вы здесь не были. А я-то думала, что вы здесь были. Нет. Я только была с легием в Кемере, а здесь не была. А, ну вот. Сейчас вот пойдемте по тому мостику пройдем. Уточек. А где уточки? Пропали уточки. Обычно уточки всегда плавают. 100 лет в Латвии. Да. Сколько лет вы прожили? 49. 49. И приехать на старый стиле, чтобы уже посмотреть. Вот так вот сделали такой шикарный парк. А было все очень-очень здесь печально. А вот моя дочь не тянет сюда. Ну а что она уже? Ей было 22. Ну да. Молодые быстро адаптируются. А я не забыла от своего континента. Там. Что я поеду? Да. Она забыла уже все. У меня вот подруга, которая приезжала из Израиля, да. Она во сколько она уехала? Господи. Ну в общем она 27 лет здесь не была, да? Да. Сейчас ей 59, да? В прошлом году я ее вытащила. Да. Она говорит, я больше не поеду. Да, не поеду. А в Израиле вообще рядом? Я бы все время ездила. Израиль, да? Четыре часа всего. Это не то, что мне бедные. Да. Одиннадцать с половиной часов, потом пересадка и еще полтора часа. Ну вот она ее уже посмотрела. Тут ничего интересного после Израиля. Ну, конечно. Я была в Израиле сражда. А вы сидите сижану тоже? Я очень хочу, да. Мне надо как-то... У меня же все отпуск летом, а летом же там жара. Вот. В марте. В марте. Вот может быть в марте. Она меня вроде приглашала. Вот когда конец выпускает. Да, да, да. Вот надо будет, да. Тогда надо ехать. Мы были два раза и еще не все посмотрели. У меня блогеров смотрю. Там такие есть. Ребята молодые. В общем, сбежали они тоже после этих... Ну, как эти события начались. Да. И они... У нее там какая-то по линии папы. В общем, какие-то у нее там эти... Он мог вот и идти в армию. И она это... Как это? Репатрианство, да? Получила, да? И вот они там путешествуют. Такие интересные. Они блогеры. На блогерстве живут, да? С 30 с чем-то там. Там 37 такие. Парень с девушкой. Вот они по всему Израилю ездят, да? И там еще где бы... Ну, подешевле. Где чего снять. Там им вот интересно, да? Не в одном. Говорят, мы не хотим к одному месту привязываться. Вот. Все изучают. И я там уже с ними тоже смотрю. Все. Мне нравится очень. Вот. Здесь было кафе. Так что приезжайте. Тем более есть у кого остановиться. У нее там штуки. Фотографирую. Снимаю эту дорожку. Да. Мне так нравится. Очень прекрасные дорожки. Я так люблю эту природу. Я тоже. Вот когда листочки так падают уже. Осенние. Осенние листочки. Ой, как классно. Солнце светит. Идите, идите, идите. Угу. 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 подруге там сын купил дом на берегу океана, врач у него дома в Лос-Анджелесе, там врачи там хорошо плачут. Ну еще бы. Я к ней приезжала и жила там две недели. Замечательно. Ну а что там зима какая у нее? Там вот Латвия считают. Да? И зима холодная? Там зима бывает холодная. Да? Да. И там такой климат вот латвийский. О нет, это значит не мой климат. Это значит не мой. Ну зима может быть помягче, чем в Латвии, наверное. Мы были туда в июне, было очень хорошо. Нет, у нас как-то... В самом городе может и жарко, в Портленде, столица Орегона. Ну вот там, где мы были на берегу океана, замечательно. Вот он, белый корабль. Ну папа здесь отдыхал, у меня эти фотографии. Да. Смотрите, где папа стоит в таком, знаешь... Смотрите, какая архитектура, да? Были такие плащи длинные, габардиновые, что ли. И в шляпе. Вот такая фотография моего папочки. И дедушка такой же. В шляпе, в каком-то дурацком пальто. Вот видите, какая здесь территория. Скамеечки здесь поставили. Красиво тебе. Да. Вот так вот. В здании ничего нет, да? Ну, поддерживают. Не-не, ничего нету. Нет. Ну а сейчас кому ездить в эти самотельные? Да, сейчас некому сюда ездить. Некому. Хотя в этом... В этих отелях там... Много народу в отеле, кстати? Достаточно много. Я даже сама удивилась. Ну, сейчас сентябрь ещё много, да. А потом будет мало. Это я вам точно говорю. Потому что вроде как с Россией не очень-то приедешь. А сейчас даже запретили с российскими номерами въезжать в Европу. Вот с какого-то, с девятого сентября, да. Всё. Полностью. Ну хорошо. Путин шмутен. Это я что-то не понимаю. Да. А люди при чём? А люди при чём? Да. Люди при чём? Латвия столько теряет из-за того, что народ не приезжает. А вот никого это не волнует, да. Что она теряет, что туризм теряет, да. Вот.